Всем привет! В этом видео поговорим о скинах, которые вы точно должны собрать на вашего персонажа, чтобы делать крутые скриншоты во вселенной Star Wars Jedi Survivor. А наш магазин Tap and Play помогает покупать недоступные игры и сервисы в России. Покупка происходит через Telegram-бот, в котором опытная служба поддержки пользователей ответит на все ваши вопросы, обработает заказ и сделает все возможное, чтобы либо игра, либо сервис, либо профессиональные программы работали на вашем устройстве безотказно. Ссылка на магазин в описании к видео. Покупать игры легко вместе с Tap and Play. В первом ролике я рассказывал про секретные внешки, для получения которых необходимо было выполнить те или иные действия. Ссылка на ролик появится в правом верхнем углу. И если вам понравились это видео и прошлое, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать интересные события из мира игр. Первая внешка, которую мы будем собирать в игре, называется Commander's Outfit. Первая запчасть находится посередине планеты Джеда, а ящик находится на возвышенности, куда крайне просто добраться. Здесь мы получаем тело для нашего комплекта командора. Вторая часть находится вот в этом месте, на той же самой планете Джеда, слева от точки медитации. Рубашку можно купить в городе на планете Гоба у NPC дома. Для того, чтобы разблокировать все цвета для штанишек, необходимо запрыгнуть на этот выступ, расположенный в районе бок на планете Гоба, рядом с Hangar Rafters. Открыв сундук, получим все цвета для штанов. Для тела все цвета находятся в следующем месте. Для начала проходим вот в эту дверь, затем налево в комнату с зеленым силовым полем. Слева от него запрыгиваем на стену и нужно забраться на самый верх и запрыгнуть на выступ справа. Далее показываем мастерство прыжков и добираемся до сундука. Затем совершаем прыжки по стенам и оказываемся на последней платформе. Открываем сундук и находим все цвета для тела от внешки командора. Следующее, что будем отыскивать, станет внешка для вашего меча под названием Edge Hawk. Для этого на планете Гоба вам необходимо опуститься в канализацию в этом месте. Бежим по тоннелю, делаем два поворота направо и видим ящик, в котором мы находим переключатель. После этого бежим налево, попадаем в область, где необходимо забраться на самый верх. И найдем светящийся элемент. Далее прыгаем по диагонали на другую платформу и бежим опять по тоннелю и находим новый ящик, где открываем рукоятку для светового меча. Далее открываем дверь и там будет ящичек. Но финальный компонент находится в Ramblers Reach. Тут вы получите навершие для вашего меча. Для этого вам необходимо сломать этот контейнер и вот так он будет выглядеть в собранном виде. Третий скин, меч Цири. Для этого вам необходимо попасть на планету Джеда и в этой точке найти сундук. Четвертый скин, который отлично дополняет меч Цири, называется Скелетон Бластер. Его вы можете найти на планете Джеда буквально при первом визите на эту планету. Вам необходимо двигаться от локации, которая называется Монастырь Волл. Вам необходимо попасть в эту комнату, избегая подземных тварей. Затем при выходе из комнаты слева запрыгиваем на стену и при помощи силы открываем дверь. Проходим направо и стараемся запрыгнуть на эту стену, используя все приемы, которые только возможно. И далее запрыгиваем еще на один выступ, где находим сундук. Пятый скин, внешность джедая. Для того, чтобы его найти, вам необходимо оказаться в точке медитации под названием Крипт оф Урма на планете Джеда. От точки идем направо в эту дверь, далее по лестнице вверх. Взбежав наверх и повернув направо, вы увидите сундук, который можно достать путем бега по стенам. Открыв его, получаем классический костюм джедая. И последний скин, который можно получить при первом посещении планеты Коба. После того, как вы заберетесь по этой стене, вам необходимо спрыгнуть на платформу. При входе в пещеру, поверните налево и пробегите весь тоннель. В конце вы увидите люк, запрыгнув в который, вы окажетесь в новом тоннеле. Пробежав вперед, вы найдете верхнюю часть костюма под названием Тактикл. Остальные части костюма можно найти также на планете Коба в локации Суэндридж Свош. Части костюма находятся на каждой стороне реки. Штаны находятся на этом выступе. Переходим на другую сторону реки путем пересечения моста от точки медитации. Залезаем на стену и поворачиваем направо. И находим рубашку. Напоминаю, что Star Wars Jedi Survivor и другие игры, а еще и все различные подписки, начиная от Adobe заканчивая нейронками, можно купить в нашем магазине Tap&Play. Ссылка в описании. Всем спасибо за просмотр и желаю удачи! Субтитры сделал DimaTorzok